Пресс-конференция на тему предложения от молодежи власти по преодолению стереотипов между регионами. Активисты расскажут о целях проекта и озвучив свои предложения, которые они подготовили и уже направили в кофе индустерства и в городские светы всех городов. Спикеры Иван Кукушкин, активист, Маша Костромицкая, активист общественной организации ЛСА, Ярослав Ланецкий, глава Харьковского областного студенческого совета, Дадяль Екатерина Мутазаки, студенческий совет Харьковского областного студенческого совета. Расскажите. Микрон не трогай. Добрый день, меня зовут Ярослав Ланецкий. Я хочу немного рассказать про молодежную организацию «Молодежная альтернатива». Это организация, которая существует в Украине уже более 20 лет. Она занимается организацией стажировок для студентов в органах местного самоуправления и студентов для стажировки в парламенте. Это та организация, которая дает, по сути, возможности студентам реализовать свои возможности и посетить разного рода стажировки и тренинги. Как раз в рамках этого проекта студенты Харькова, составе 35 человек, присутствовали на Западной Украине. Цель этого проекта была исследовать ту ситуацию, насколько действительно у нас есть стереотипы в общественной среде и среде молодежи. Мы, студенты, посетили такие города, как Волынь, Уцк, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие города Западной Украины. Там мы общались с представителями других регионов. И, что самое интересное, те стереотипы и те мнения, которые гуляют у нас посредством массовой информации, они не являются правдой. Поскольку никакого негативного отношения по отношению к тем людям, которые разговаривают, например, на русском языке или на украинском, нет. Те люди, которые участвовали в рамках этого проекта, они свободно общались, спокойно понимали друг друга. Они общались на весьма интересные темы, проводили тренинги общие, были привлечены органы местного самоправления и органы государственной власти, когда обсуждали те вопросы, которые действительно волновали общественность и волновали органы государственной власти. Те вопросы, которые действительно требовали очень хорошего вмешательства молодежи и их взгляд, Это все в рамках молодежной альтернативы мы могли рассмотреть и внести свои предложения. Среди таких предложений было такое, как привлечение молодежи к формированию и реализации региональной и государственной молодежной политики. Кстати, сейчас 2 ноября в Киеве проходит рассмотрение нового формата молодежной и государственной политики, куда приглашены все молодежные и общественные активисты, все могут подать заявки и принять в этом участие. Спасибо. Дальше передаю слово. Я, пожалуйста, Маша. Дякую. Я студентка 4 курса национально-юридичного института имени Ярослава Дмитрога. Хочу поделиться с вами своими поражениями этого стажирования. Воно проходило нас в Харьковской реальной ради. Також были, как Зажарчик Ярослав, много таких экскурсий до других мест. И, вы знаете, поспілкувавшись с другими стажировами, действительно, ты понимаешь и немного узнаешься больше о ставлении молодежи и ставления органов государственной власти, органов общественного самовременности, до молодежной активности студентов, которые принимали участие в стажировании. И, вы понимаете, очень наглядно начается такое обережное ставление до молодежи. И, вы понимаете, что молодежь является именно тем джерелом суспільных изменений, тем джерелом суспільных изменений, который может что-то делать как-то лучше. На жаль, молодь, которая есть сейчас, этого не понимает, до конца этого не понимает. И эти стажирования, они помогают активизировать свою громадянскую позицию и быть активным не только, когда что-то поражаются, твои проблемы, или урезают стипендии, или повышают проезд. Это научает быть активным каждого дня. И делать изменения не с гиршого, как было, а с того, что есть, на все, на лучшее. И поэтому эта молодежная альтернатива, это стажирование от молодежной альтернативы, они помогают быть активными каждого дня. И задавать себе вопросы и находить на них ответы. Потому что, как показала явка на выборах, как показала много чиновников, сейчас очень большая проблема в таком суспольном мигеризме среди молодежи. Спасибо, что есть такая стажировка и стажирование. И поэтому я доволен и всем радую пройти. Спасибо. Для начала я бы хотел рассказать о проекте Едни Сюризнамонити. Эта программа позволяет молодым студентам своими глазами увидеть другие регионы Украины и разрушить стереотипы, которые существуют в обществе. Нужно понимать, что не у каждого человека есть стереотипы, эти стереотипы. Но мы их слышим и реагируем на них каждый день. Как раз молодежь — это та аудитория, которая может изменить ситуацию со стереотипами. Через медиа и интернет мы слышим про совок, бандеровцев, ватников. И это очень неприятно на самом деле. Такими средствами нас разделяют. Как раз вот через такие методы влияют на мнение общества. Для чего существуют эти стереотипы? Прежде всего, это манипуляция нами и мнением общественности. Некоторые политики очень часто спекулируют на этом. И для того, чтобы заострить какую-либо ситуацию в городе или в обществе. А главным стереотипом, который я считаю, — это разделение Украины на восточную и западную часть. Хорошим примером можно назвать Северную и Южную Корею, где люди искусственно противоставляют друг другу. Нет западной Украины и восточной. Есть запад и восток Украины. И нам нужно не забывать об этом. Проект Единсю Резинамонити также помогает молодежи познавать инновации других городов. Например, в Черновцах, что меня удивило, — это система голосовых оповещений, остановок и достопримечательностей в автобусах на английском и украинских языках. Также, что мне понравилось, — это открытый бюджет Черновцов, где можно зайти и посмотреть, сколько средств было выделено и потрачено на какую-либо школу или детский сад. Также хотелось бы сказать по поводу стажировок молодежи в органах местного самоуправления. Я считаю, что молодежная альтернатива движется в правильном направлении, так как нашему обществу нужны молодые умы, которые не думают чужими мыслями и стереотипами, а которые имеют уже свою точку зрения, развитие общества и государства. Но на одних идеях далеко не уплывешь. Поэтому без опыта работы с людьми, с документооборотом — это очень тяжело. Как раз вот такие проекты помогают нам стать на одну ступеньку ближе к реализации своих проектов и становлению нас как молодых управленцев. Хотелось бы поблагодарить команду «Молодежной альтернативы» за такие проекты. Спасибо. 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 Хотела бы так сказать дякую громадской организации «Молодежной альтернативы» за такую возможность, которую они дают студентам. Я также участвовала, принимала участие в проекте «Едельность у Резней манежи». Я выбирала в мистер-рис. Мы сами мне выразили, насколько идет взаимодействие между органами влади и громадскими активистами. Насколько нет никаких у них, так скажем, в думках, разницы и в действиях, они все сосредоточены на новом, что, например, район, у нас в Домбургский район, что они насколько пиклуются про него, у них насколько дезерная дия щодо его развития. А это, что самая фраза, насколько. Хотелось, чтобы так, что у нас было в Харьковской области, в районах, чтобы так было. И вот мы, насколько задовольны, это мы поездкам, что дякую вам. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Хотелось бы, заимоподробнее, как можно принять участие в программе «Стажирование». То есть это для каких-то конкретных студентов, для каких-то конкретных вузов, да, или специальностей. Как происходит отбор, ну, вообще, в программе стажирования? В этих поездках и стажировках могут принять участие абсолютно любые студенты. И вся информация о стажировках, о поездках, она размещается в социальных сетях. Есть соответствующие плакаты, которые размещаются во всех вышепутинных заведениях города Харькова. Также можно с этим все, можно, ознакомиться в тех пабликах соцсетей, которые занимаются развитием синистского самоуправления и другие организации, которые занимаются развитием активности молодежи. Кого тогда берут? Тогда берут в основном тех ребят, тех людей, которые проявляют свою общественную активность, которые вносят какие-то изменения и пытаются сделать жизнь молодежи и общества лучше. Хотя всех касается равных условий. Например, могут брать как активных ребят, которые проявляют свою активность, и ребята, которые только стремятся к этому. Поскольку нужно, если есть энтузиазм, его нужно развивать, и давать возможность развиваться ребятам, которые это проживают. Как долго длится стажировка? Стажировки в этом году длились 4 месяца. В следующем году этот формат стажировок планируется увеличить до 5-6 месяцев. Этот формат будет утвержден в конце ноября, и сейчас соответствующая информация будет размещена уже очень вскоре. В основном стажировки, которые программа «Стендр для организма совредования», они предусмотрены стажировки на местах. То есть, если нет, то он либо в Харьковский городской областной, либо в районные советы. Стажировки у нас в Харькове, в Харьковском районном совете. Но при этом все, студенты, которые проходят стажировки, они ездят на тренинги в Киеве по написанию нормативно-правовых актов, тренинги по анализу бюджета и тому подобное. К тому же, в рамках этой программы, этой общественной организации, студенты научились писать нормативно-правовые акты, и была выдана соответствующая сборка нормативно-правовых актов. И была передана как рекомендация нормативно-территориальным громадам, которые были утворены, согласно закону Украины, проводок про имя обеих территориальных громад, для принятия соответствующих положений. Акты тренингов? Тренинги, правоосертифицированные тренинги, тренеры, обращение, из Национальной академии госуправления, из разных общественных организаций, из комитета выборцев Украины и тому подобное. То есть, эти все люди являются компетентными, и у них есть соответствующие сертификаты. Я разговариваю, как же при селизе с вашим представлением, кажется, так было объяснено, что уже будут определенные предложения, городские правы, в обликновении, стилетики. Можете подробно рассказать о предложениях своих? Да, это все действительно было направлено от организаторов этих всех стажировок и поездок. Это был целый ряд речений и предложений, было направлено для рассмотрения. Некоторые городские власти уже приняли в рассмотрение и сказали, что они действительно будут принимать эти предложения. Это среди таких предложений было, как вовлечение молодежи в разработку концепции молодежной политики. И вообще политики регионов. Поскольку мы понимаем, что многие люди реагируют на то, что подают нам из телевидения, но не проводится информационная кампания, для того, чтобы люди имели возможность ознакомиться, действительно ли так, действительно ли проводится такая политика, которую нам рассказывают в средствах классовой информации. То есть, именно основная цель и задание это было на коммуникацию. То есть, каким образом нужно наладить коммуникацию с молодежью, с общественностью, для того, чтобы этих стереотипов не возникало абсолютно. А по вашему праву, это можно сказать? Конкретно я считаю, что необходимо, во-первых, наладить эффективную работу органов и самосовоуправления, а именно профильных департаментов, которые этим должны заниматься, и из техслужб. Во-вторых, нужно стимулировать и способствовать развитию общественных организаций, которые занимаются по данному направлению. Во-вторых, есть такая ситуация в многих регионах Украины, теоретические службы, они просто являются де-юре. Де-факто они не работают. Те же в сельских советах, есть определенная социальная служба, социальное сопровождение семей, есть начальник этого отдела, есть бухгалтер, есть берут определенного человека, который просто приходит и говорит, здравствуйте, я тут должен сопровождать вашу семью. Говорят, ну сопровождайте. Он говорит, а что я должен делать? То есть люди некомпетентные, и это все не развивается и не контролируется. Хотя деньги на это все выделяются. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вы можете взяться за это и делать? Включайтесь, оставьте на компетентных людей. Я считаю, что эти вовлечения людей необходимо проводить на конкурсной основе. То есть должен проводиться открытый конкурс, должно быть соответствующее объявление, что проводится набор таких-таких сотрудников по такой баскому направлению. Заявления и свои призывы могут подавать все. То есть положение даже про конкурс должно проходить таким образом, чтобы все могли принять участие. Независимо от того, имеют они опыт работы, либо не имеют. Поскольку бывает такая ситуация, что человек имеет опыт работы, и он компетентный. Но бывает также, есть люди, которые имеют опыт работы, те же сельсоветы, человек, он как бы работает, он имеет опыт работы, но он не является компетентным, поскольку он приходит и говорит, что мне нужно делать. И есть те же молодежные активисты, которые проходили тренинги, занимаются активной общественной деятельностью, и они являются компетентными. Но у них нет опыта работы, и они уже именно положено не могут принять участие в этом корпусе. Вы считаете, что такие модернии есть? Я считаю, что... Которые не будут участвовать. Скажите, пожалуйста, до того, как вы поехали по городам Запада, Украины, у вас действительно были стереотипы по поводу различности регионов? Скажу конкретно по себе, у меня не было этих различий, поскольку я сам из центрального региона, и очень часто путешествовал. Да, до момента, пока я не начал путешествовать по Украине, не начал общаться с людьми непосредственно, у меня определенные стереотипы были. То есть там, к примеру, ненавидеть людей, которые разговаривают на русском, а там и те, которые на украинском. Да, действительно, такие стереотипы были. Но со временем эти стереотипы у меня пропали. Скажите, пожалуйста, как вы считаете... Ну, вот этот вопрос ко всем, пожалуйста, в случае, в случае, в случае. Вот вы прекрасно понимаете, что результат выборов это высокая активность в принципе. Как вы считаете, так как вы находитесь в среде, как нужно воздействовать на молодежь, только не общим с вами поставить стереотип, а действительно инструментом, чтобы доносить до них, по крайней мере, желание прийти, сделать выбор. Подумайте о своем будущем, по крайней мере, на 5 лет. Третье, пожалуйста. Ну, насправді, подвищать активность молодой, вот такое вопрос, на сегодня очень актуально, и где не видишь, там, тренинги, там, семинары, подвищение активизации молодой, для участия, то есть такие очень сложные названия, так, это очень сложные названия, но на самом деле, мне кажется, что активизировать молодь, ну, может только самая молодь, но только активная молодьное организация, но только эти два класса, но и на обходе мы, например. Важаю, что активизацию молодой, Не нужно заниматься органами государственной влады или органами обеспечения самолюдувания. На моё особистое переконание, это будет иметь какой-то политический подтекст. Это должен заниматься только неолюдовый сектор. А как это распространить, я считаю, что первой ланкой мое стать правильное студентское самолюдивание. Все начинается с того, когда активность проявляется на уровне студентского сената, парламенту, где каждый студент может выисловить свою думку и быть уверенным, что она будет почувствовать. У нас есть очень сильное законодательство, но в некоторых университетах оно не то, что не действует, но мне это не будет. И поэтому я думаю, что много кто уже задал себе в голове вопрос, когда человек уже задает вопрос, она как-то рефлексует. И поэтому я думаю, что много уже таких вузов и студентов, которые уже хотят каких-то всяких изменений, а не просто того, чтобы все было, как было. И поэтому я думаю, что активизировать молодь может организации громадской, молодь через студентское самолюдивание. Мне кажется, я спрашиваю, как? Понятно, что не предупреждает, как? Иван, спрашиваю. Не знаю, это очень сложный вопрос. На него надо ответить. Да, я уже думал, на протяжении не одного даже месяца, уже полгода, думаю, это очень реально сложно. Что делать, как вопрос? Сначала нужно, я думаю, через тоже, опять же, громадские организации сплотить молодежь, то есть развить в них такие навыки, как там, тимбилдинг, то есть работа в команде, и тогда, может быть, уже через проекты, как Еднись у Резноманіття, возможно, я не знаю, объединение. Это реально очень тяжелый вопрос. Ваше мнение? Моя думка така, что пока каждый не усведомит, что он является элементом державы и строительства, то ничего не будет. Потрібно самому усведомлювать то, что мы сами делаем свою историю, мы строим свою государство. Мы отвечаем за последствия. Пока не будет самоусведомления, мы вважаем, что мы не думаем. Но, как вариант, как сказал Ива, так, организации молодежь и громадские организации очень депонимаются. Мы тогда организовали тренинги не для какого-то узкого количества студентов, а для всех тренинг по отсутствию безответственности в будущем. По любви к своей стране. По любви к своей стране, да, даже не любви к своей стране, к ответственности за свое будущее. Потому что студенты нам 5-6 лет, а потом он уже молодой специалист. А это самая активная часть. Можно я еще отвечу? Да, конечно. Я хочу добавить. У нас такая ситуация, почему молодежь неактивная, почему люди не ходят на выборы. Ситуация состоит таким образом, что органы государства и местного управления, они не контактируют в основном с общественностью. Так можно сказать, что не надо контактировать? Если они просто будут проводить встречи с той же молодежью, с людьми, которые их выбирали, это будет повышаться уровень доверия. Помимо этого, каким образом можно активизировать молодых избирателей? Необходимо провести цикл тренингов. Это есть встречи, которые будут рассказывать, что действительно молодежь и ваш голос действительно является важным. То есть, что голосование – это тот метод проявления активности и непосредственно участия в управлении государством и городом, который мы можем реализовать и делегировать эти полномочия. То есть, нужно рассказать, какие полномочия есть в органах местного управления и в органах государственной власти. Поскольку даже, когда мы видим билборды на местные выборы, пишут про мобилизацию, отменим налоги и тому подобное, это не компетенция в органах местного управления. Люди этого не знают. Хорошо, вы когда можете? Можно я еще добавлю? Я имела в виду, что нужно настроить диалог между органами местного управления в этом контексте и всей этой активной и неактивной молодежью. То есть, органы местного самоуправления должны быть готовы открыть двери на сессию, а эта активная молодежь, которая знает, что у нее есть такое право прийти на сессию и заслушать и порядок ДЭНный, то есть, она должна быть готова туда прийти. Можно подготовить как бы две платформы для этого. Ну, а, соответственно, как вот повысить активизацию молодежной всей этой политики? Серьезно, что если один раз, на самом деле у нас проблема в том, что люди просто не знают своих прав. Если один раз показать людям какой-то определенный правовой механизм, что вот так вот можно и так нужно, и что это работает, допустим, собраться и пойти на ту же сессию и сказать, ну вот это не то, что там перед вами закроют двери, или там какие-то вот преодолеть стереотипы, по сути, низкой правовой культуры, вот в этом мне тоже кажется проблемой. Просто показать какой-то определенный механизм, который работает, и когда получится результат, мы почувствуем силу. Молодежь, студенты, когда у нас будет большинство, и, соответственно, состоятся честные выборы в студенческий сенат, мы почувствуем, что закон будет работать, и что будет достигнуть желания. Не один раз, можно сказать, один раз показать, да не один раз, потому что вот этот раз 10, и тогда... Скажите, хорошо, вы готовы, скажем, в своих группах, в своих организациях сотрудничать с активистами, которые распространяют социальную правовую информацию, которая обучает, вот там плакаты, например, лаконичные какие-то, какие-то там листовки, раздавашки, вам это интересно, или это тоже не воспринимаем? Я могу сказать, поскольку я являюсь главой Харьковского постаново-седистического совета, мы распространяем подобные материалы, делаем соответствующие посты в наших социальных сетях, и, помимо этого, мы готовы сотрудничать с теми организациями, которые придут к нам на встречу, и мы готовы идти на встречу и развивать активность ребят. То есть мы в этом заинтересованы, мы в этом направлении работаем. Понятно. Хорошо. Тогда мы будем сотрудничать, потому что у нас так было. В России было очень приятно, что вышли. Спасибо.